Здравствуйте, друзья! С вами Кик, и в сегодняшнем выпуске вас ждет Google, которая расширяет голографическую 3D-видеосвязь и выходит за рамки своих офисов. AR-гарнитура Apple, которая получит сканер радужки глаза для авторизации и платежей. Новый рекорд для электромобиля, разгон до сотни меньше, чем за 2 секунды. Семиместное гибридное аэротакси от корейского стартапа. Духи от Илона Маска и шотландский стартап, который запустил свою ракету прямо в море. Все это и многое другое прямо сейчас. Поехали! Начнем мы сегодняшний выпуск с Google, которая решила расширить сферу тестирования инновационной системы видеосвязи Project Starline. Теперь ей будут пользоваться не только сотрудники самой компании, но и ее партнеры, в число которых вошли Salesforce, WeWork, T-Mobile и Hack'n'Snack Meridian Health. Первоначальная система Project Starline была представлена публике в рамках мероприятия Google I.O. в прошлом году. Однако на фоне более насущных анонсов Wear OS и Android инициатива не привлекла должного внимания. Тем не менее, разработчик от нее не отказался и решил расширить сферу ее тестирования за счет привлечения сторонних участников. Кроме того, компания отметила, что работает над задачей сделать систему более доступной, и это имеет смысл, учитывая кучу дорогостоящего оборудования, необходимого для ее работы. Project Starline — система видеосвязи, предлагающая максимально реалистичную передачу изображения и звука. Инженеры поставили перед собой задачу создать ощущение, что собеседник находится прямо напротив пользователя. Для достижения цели пришлось соорудить сложную конструкцию и поместить ее в будку размером более 2 на 2 метра. На текущем этапе это еще исследовательский проект, говорят в Google. За обработку данных отвечает мощная рабочая станция с двумя процессорами Intel Xeon и четырьмя графическими адаптерами NVIDIA, Quadro RTX 6000 и парой Titan RTX. Изображение выводится на 65-дюймовый автостереоскопический экран с разрешением 8К и частотой 60 Гц. Это позволяет создавать трехмерное изображение собеседника в натуральную величину и видеть его без очков. По сути, это увеличенная версия дисплея Nintendo 3DS. Но без ограничений, потому что система отслеживает положение головы пользователя. При реализации системы Google все-таки несколько упростила себе задачу, ограничив положение пользователя на жестко зафиксированной скамье и установив небольшой барьер перед экраном, чтобы казалось, что нижняя часть тела собеседника уходит под дисплей. Кроме того, в системе особым образом настроено освещение для оптимального захвата 3D-текстуры. Этому способствует и инфракрасная подсветка. Результат, конечно, впечатляет. Люди, которые смогли опробовать видеосвязь в Project Starline, говорят, что эффект присутствия действительно правдоподобен. Кроме этого, Google объявила о новом шаге на пути к будущему без паролей. Внедрив поддержку входа для Android и Chrome с помощью так называемого Passkey. Ключа доступа. Ключи доступа Passkey позволяют использовать встроенные системы аутентификации смартфона или компьютера вместо традиционного пароля, например, сканер отпечатков пальцев. Они поддерживаются многими крупными технологическими компаниями, а Apple, Google и Microsoft обещают добавить эту функцию в свои ОС. По сути, ключи доступа – это учетные данные, хранящиеся на устройстве, таком как телефон или компьютер, которые подтверждают веб-сайту или приложению, что вы являетесь тем, за кого себя вы даете. Пользователь подтверждает свою личность на устройстве, после чего можно безопасно входить на сайты и сервисы. Сейчас функция доступна для бета-тестирования, а запуск стабильной версии планируется до конца года. По сообщениям сетевых источников, гарнитура смешанной реальности Apple, которую, как ожидается, представят в следующем году, будет оснащена сканером радужной оболочки глаз пользователя. Эта технология будет использоваться для авторизации в учетных записях и подтверждения платежей. Согласно имеющимся данным, новая технология станет неким аналогом, уже используемой в устройствах Apple Face ID. Идентификация пользователя будет проходить сразу после надевания гарнитуры, что сделает проще использование устройства разными людьми, например, членами одной семьи. Кроме того, такой метод подтверждения личности сделает возможным авторизацию в разных учетных записях и упростит проведение платежей. Для сканирования радужной оболочки задействуют внутренние камеры, используемые также для отслеживания взгляда пользователя. Вместе с этим такой подход позволит снизить качество графики на периферии взгляда, тем самым снижая уровень требуемых для работы устройства вычислительных мощностей. Предполагается, что эту технологию Apple удалось реализовать благодаря покупке немецкого стартапа Sensomotoric Instruments в 2017 году. Гарнитура Apple визуально напоминает пару лыжных очков и достаточно сильно отличается от Oculus Pro. В конструкции устройства используются сетчатые ткани, алюминий и стекло, а направленные наружу камеры скрыты лучше, чем в Oculus Pro. По слухам, пользователи гарнитуры Apple, которые носят очки, смогут с помощью специальных магнитов крепить на устройство индивидуальные рецептурные линзы. На внешней стороне корпуса разместится дисплей, который обращен наружу и предназначен для демонстрации лица пользователя. Предполагается, что разработчики задействуют дисплей с низкой частотой обновления, чтобы он не сильно повышал общий расход энергии. Официальные представители Apple пока воздерживаются от комментариев касательно будущей гарнитуры смешанной реальности. Поэтому устройство, которое представят широкой публике в следующем году, может существенно отличаться от ожиданий, основанных на слухах и утечках информации. Поехали дальше! Компания студентов из Университета Штутгарта подбила прежний мировой рекорд разгона электромобиля от 0 до 100 км в час. Вообще, результаты среди самых быстрых электрокаров меняются каждый год. В 2012 году команда Университета Штутгарта Green Team установила свой первый мировой рекорд. Уже через год их обошли коллеги из Делфтского технического университета из Нидерландов, чтобы в 2014 уступить пальму первенства команде из швейцарской высшей технической школы Цюриха. На следующий год немцы снова победили, но в 2016 их опять опередили швейцарцы. Немецкая команда готовилась к официальному установлению рекорда почти год. В июле произошла авария, после которой автомобилю понадобился серьезный ремонт, и заезд пришлось перенести на конец сентября. Но в итоге все закончилось хорошо. В начале октября Университет Штутгарта заявил, что команда Green Team провела успешный заезд на гоночной трассе Bosch в Ренингене и разогнала электромобиль с 0 до 100 за 1,461 секунды. Заезд был проведен на последней версии самодельного болида с открытой кабиной E0711. Комиссия Книги рекордов Гиннеса зафиксировала достижения. А вот бывший разработчик аэромобилей для Hyundai решил основать собственные стартапы, наладить выпуск гибридных летательных аппаратов вертикального взлета и посадки с дальним радиусом действия. Стартап плана Aero недавно привлек крупную сумму в первом раунде инвестиций. 11,8 миллиардов корейских вон или 8,3 миллиона долларов. Общая капитализация компаний достигла 10 миллионов долларов. Этого должно хватить на то, чтобы построить опытный образец в тол в масштабе 1 к 2. Пока машина существует в виде компьютерной модели и выглядит достаточно необычно. У нее узкий, вытянутый фюзеляж, как у бизнес-джета, с вынесенными назад главными крыльями, на концах которых два винта с пятью лопастями. Еще два на передних крыльях, а третья пара расположена ближе к фюзеляжу на задней кромке главного крыла. Два основных пропеллера могут поворачиваться, обеспечивая тягу в вертикальном направлении. Остальные служат для горизонтальных полетов. С точки зрения аэродинамики это неплохо, но взлетные площадки нужно будет оборудовать так, чтобы никто не попал случайно под лопасти. Гибридная силовая установка и относительно высокая скорость полета делают этот аэромобиль хорошим кандидатом на роль удобного воздушного транспорта для междугородних сообщений. В отличие от множества конкурентов, плана Аэро не торопится. В 2024 году компания собирается показать опытный образец, а получение всех разрешений и сертификатов запланировано на 2028. Возможно, руководство делает ставку на то, что к тому времени процесс сертификации станет проще и дешевле. Ну и какой же кик без космоса и Илона Маска? Начнем с Илона. The Boring Company. Компания Илона Маска выпустила духи. Да-да, духи под кричащим названием Burnt Hair. Удивляет не только сам аромат, но и цена одного флакона. Парфюм продается на официальном сайте компании в красном стеклянном флаконе без указания емкости или каких-либо других данных. Стоимость духов составляет 100 долларов. Если учесть, что по словам Маска покупатели уже приобрели более 10 тысяч пузырьков, аромат сженых волос принес миллиардеру 1 миллион долларов. Пока Маск не сообщал прессе или подписчикам в Твиттер, почему решил попробовать себя в роли парфюмера. Возможно, одеколон как-то связан с предыдущим необычным товаром, который продавался на сайте The Boring Company. Огнеметом Not A Flamethrower. На днях шотландский стартап Skyrora попытался запустить суборбитальную ракету Skylark L с площадки на исландском полуострове Луанганес, но потерпел неудачу. Тем не менее, руководство компании называет попытку важной вехой на пути к коммерческим запускам и первому орбитальному пуску с территории Великобритании, который должен состояться уже в следующем году. Ранее Skyrora жаловалась, что не может выполнить запуск Skylark L из-за бюрократических проволочек, несмотря на готовность к полету с сентября 2021 года. По данным блога компании, вскоре после взлета у ракеты возникли проблемы, и она упала в Норвежском море примерно в 500 метрах от пусковой площадки. К счастью, никто не пострадал, а к извлечению ракеты из воды привлекли многочисленные плавучие средства. У стартапа уже имеется опыт успешного взаимодействия с исландскими властями. Осенью 2019 года отсюда стартовала мини-ракета Skylark Micro. С тех пор велись переговоры о возможном запуске модели Skylark L, главным условием которого было отсутствие риска для людей, дикой природы и построек. В Skyrora обратили внимание на неблагоприятные погодные условия в дни перед запуском. Хотя в итоге миссия не увенчалась успехом, компания приобрела полезный опыт оперативной транспортировки, 11-метровые ракеты в грузовом контейнере к месту пуска, а также при проведении других работ, связанных с запуском. Суборбитальная ракета Skylark L потенциально способна развивать скорость в 4 раза превышающую скорость звука и достигать высоты 125 километров. 70% протестированных в ней технологий будут применяться в новых системах вроде более крупной Skyrora XL. В августе компания провела ключевой тест двигателя второй ступени Skyrora XL. Недавно мы вам сообщали, что космическое агентство NASA успешно столкнуло спутник DART с астероидом Dimorph. Эксперимент должен был показать, может ли человечество менять траекторию потенциально опасных космических тел. После очередного исследования подопытного, NASA опубликовала официальное заключение о степени успешности миссии зонда Камикадзе. После двухнедельного сбора и анализа данных, NASA заключила, что DART справился с задачей и изменил траекторию астероида. Теперь время его обращения вокруг родительского объекта астероида D-Dima уменьшилось на 32 минуты. Тогда как для успешности миссии хватило бы сокращения этого периода на 73 секунды. По словам руководителя NASA Билла Нельсона, это переломный момент в истории планетарной обороны Земли. Теперь, если агентство заранее заметит смертельно опасный астероид на достаточном расстоянии, человечество сможет отразить удар и защититься от угрозы. Впрочем, предельный размер астероида, траекторию которого NASA сможет изменить, пока неизвестен. И на этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Следите за техно-новостями и в нашей телеге, и в ВК. Ссылки мы оставили в описании. Мира вашему дому.